Там было многое, но я лучше расскажу про один морской бой, про который почти никто не помнит. О, расскажи! Давай, расскажи! Это было во время Первой русско-турецкой войны в 1829 году. Три русских корабля, фрегат и два брига внесли крестерскую вахту у пролива Босфор, и они увидели турецкую эскадру. Турки устремились в погоню, фрегату «Стендарт» и бригу «Орфей» удалось оторваться от погони, а второй бриг, он был недостаточно скоростным и уйти не смог. Его настигли два самых мощных линейных корабля, 110-пушечный флагман «Сельмея» и 74-пушечный «Ряубей». Представляете, 184 пушки большого калибра против 18-ти «Коронат». Ну, то есть пушек малого калибра. Когда стало ясно, что уйти не удастся, капитан-лейтенант Казарский созвал офицеров на военный совет. По традиции, первый имел привилегию высказать свое мнение младше по чину. Им был штурманский поручик Прокофьев, и он предложил драться до последнего, а потом прижаться к одному из линкоров и взорвать бриг. Все офицеры дедодушно поддержали поручика. Тогда Казарский положил пистолет на шпиль, укрюет камеру, ну то есть там, где хранились бочки с порохом, и обратился к команде. Итак, господа, мы приняли решение. Возможно, судьба этого боя предрешена, но все-таки мы сделаем то, чего ожидает от нас государь и требует честь русского флота. Приказываю, последний из офицеров, кто останется в живых, должен выстрелить из пистолета в бочку с порохом и взорвать бриг. Так, с Богом, господа. Турки заранее радовались легкой добыче. Они и не думали, что русские окажут сопротивление. Но не тут-то было. Сейчас я тебе сдамся, индюк! Правый борт, орудие к бою! Правый руля! Господи, помоги! Горде не на руки! Огонь! И вот начался бой. Он длился больше трех часов. Турки старались подойти ближе и взять бриг в клещик. Вы только представьте их залп под ним борт. Бриг разнесло бы в щепки, но Меркурий умело уходил от их бортовых залпов и отстреливался изо всех сил. Правый руля! Набрасывай, клевер-шкоты! Ноги, кошкоты! Трави, шкоты! Живее, братцы, живее! Страшно Оно умирать-то никому неохота Но ты головы не теряй Матвейд, целься ватерштаг Перебей ватерштаг Сделаем И вот удалось перебить ватерштаг Сельми Это такой трос, который снизу удерживает бушпринт Бушпринт задрался Фокмач-то повело назад Кораблю пришлось лечь в трейф А потом таким же точным выстрелом Повредили рангоут второго линкора Реал-бейд тоже потерял возможность двигаться Оба турка вынуждены были прекратить преследование Абрик Геркурий С двадцатью двумя пробоинами в корпусе Со 130 дырами В парусах и другими повреждениями В конце концов Соединился с русской эскадрой Вот такой был бой Даже турки не скрывали своего восхищения Мужеством русских моряков Имя Брига Меркурий до сих пор передается От корабля к кораблю В память об этом подвиге А в Севастополе стоит памятник На котором написано Назидание потомкам Молоток Нахимов